Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. На этой неделе в соответствии с еврейской традицией мы изучаем недельную главу, которая называется Ваехи. Эта недельная глава находится в книге Берешит, Бытие, начиная с 47 главы, 28 стиха и до конца 50 главы, собственно говоря, до конца книги Бытие. Вот краткое содержание. Яков, чувствуя, что скоро близится его смерть, готовится к этому моменту. Он приглашает к себе Юсефа и берет с него клятву перенести его останки в Эр-Цесраэль, когда они будут туда возвращаться. Дальше мы видим, что Яков благословляет своих сыновей и для каждого из них звучит особое благословение-пророчество. При этом он приравнивает сыновьей Юсефа, то есть своих внуков, к своим собственным сыновьям. Каждое из благословений, оно же пророчеств, отражает особенность будущего колена, которая произойдет от этого сына. И мы будем видеть это еще многократно на страницах Священного Писания. В заключении главы мы видим, что Юсеф живет до 110 лет и перед смертью он завещает также свои кости отправить в землю обитованную. Бытие, 47 глава, 28 стих. Яков прожил в земле египетской 17 лет, а вся жизнь Якова длилась 147 лет. Интересно. Если мы с вами читаем предыдущую недельную главу, то мы видим, что Яков, который уже прошел через такое испытание, как покинуть землю обитованную, очень не хочет идти в Египет. Настолько сильно, что по сути он нуждается в вмешательстве Бога в эту ситуацию. И только после того, как Бог ему говорит определенные слова и дает определенные обещания, Яков решается на этот поступок. При этом Писание нам говорит о том, что Яков прожил в Египте 17 лет. И здесь нельзя не вспомнить, что Иосиф, когда покидал землю обитованную, дабы прийти в Египет, по сути оказаться в рабстве на тот момент, тоже был 17 лет. Дело в том, что цифра 17 в иудаизме не простая цифра, она очень интересна. Начнем с того, что она состоит из двух цифр, 10, которые являются символом полноты. При этом мы с вами можем вспомнить, например, что на скрижалях завета было именно 10 заповедей. И вторая это цифра 7, которая отражает святость Божию. Таким образом 17 является цифрой с одной стороны полноты, с другой стороны святости Божией. Итак, мы с вами читаем, что Яков призывает Иосифа и требует от него произнести клятву, что его кости не останутся в Египте. О чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что во-первых, Яков безусловно поверил Божьим обитованиям, связанным с его будущим и с землей обитованным. Во-вторых, нам это говорит о том, что даже в этой ситуации душа его, Якова, продолжает стремиться в Эрес Исраэль, в землю обитованную. Почему? Потому что эта земля связана с Божьими обитованиями, потому что эта земля связана с будущим народом, который должен произойти от его детей. Интересно, что говоря с Йосефом, Яков использует слова такие, поступишь со мной по милости и правде. Милость и истина, милость и правда. В еврейском языке здесь стоят слова хэсет и имет, которые могут переводиться именно так. Это очень частое словосочетание на страницах Священного Писания. При этом всегда милость хэсет стоит первым. Почему? Наши рапоним говорят потому, что только благодаря милости Божией, хэсету, правда, истина становится для нас доступной. Береши, 48 глава, 1 стих, мы с вами читаем такие слова. После этих событий Йосефу сказали, твой отец болен, он взял с собой двух сыновей, Минаша и Ефраева. Интересно, что в данном тексте, когда Йосеф направляется к своему отцу, Минаше упоминается первым. И это логично, это понятно, потому что Минаше является первенцем Йосефа. При этом, когда Йосеф общается со своим отцом, отец делится с ним теми откровениями, которые были даны ему Господом, и Яков благословляет не Йосефа, а его сыновей. Здесь и далее мы с вами читаем о том, что, по сути, Яков дает свое благословение и провозглашает пророчество. Однако, мы должны понимать, что только примерно 30% библейских пророчеств говорят о будущем. 70% говорят о том, что людям нужно здесь и сейчас, когда пророк обращается к людям и говорит, покайтесь, или вы согрешили, или еще что-нибудь из того, что ему поручил сказать Бог. Но в данном случае, судя по всему, речь идет о пророчестве, которое устроено в далекое будущее. Почему я так решил? Во-первых, если мы с вами прочитаем книгу Берешит, Бытие, 47 главы, 4 стих, мы увидим такие слова. Он сказал мне, я сделаю твой род плодовитым, многочисленным, ты станешь собранием народом, и я отдам эту страну твоему потомству после тебя в вечное владение. Эти слова, которые сказаны Богом Якову, безусловно направлены в будущее, в то время, когда на земле будет установлено Царствие Божие. То, что мы в иудаизме называем Малхута Шем. Огромное количество намеков. Во-первых, обращают внимание на то, что земля будет дана в вечное владение. И мы с вами знаем, что когда Царствие Божие будет установлено на земле, еврейский народ уже не будет эту землю никогда покидать и будет в ней всегда жить. Дальше. Он говорит ему о том, что ты станешь собранием многих народов. То есть здесь намек на то, что и другие народы должны присоединиться, что также может характеризоваться как грядущее Царствие Божие. Более того, если бы мы с вами прочитали немножко дальше, мы бы увидели, что говоря об этих событиях, используются слова грядущие дни в русском языке, а в еврейском используются слова беахарета ямим, что безусловно отправляет нас к тем самым последним событиям, когда Машех придет на землю. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что Яков, когда благословляет сыновей Йосефа, он по сути ставит Ефраима на первое место. И даже когда Йосеф пытается это изменить, Яков показывает, что он поступает правильно. И действительно, если мы посмотрим на историю еврейского народа, то мы увидим, что колено Ефраима сыграло довольно значительную роль. Я буду об этом еще упоминать в будущих уроках, сейчас не буду забегать вперед, но хочу обратить ваше внимание вот на что. Неожиданно, говоря об этом, Яков вспоминает о смерти Рахель. И он говорит, я похоронил ее там, у дороги в Ефрату, она же Бейтлехен. Интересно, что даже если вы не знаете еврейского языка, вы наверняка услышали, что здесь есть схожесть. Ефраим и Ефрата произошло от того же корня. Но при этом хочу обратить ваше внимание на то, что упоминается Бейтлехен, или как мы его называем Вифлеем. А мы с вами знаем, что именно Бейтлехену суждено было стать тем самым местом, где родился Машеех. Все это отправляет нас к выводу, что говоря пророческие слова, Яков говорит о грядущих событиях, когда Машеех должен прийти на землю и установить здесь царствие свое. Вот такая замечательная недельная глава. Я надеюсь, что наш урок оказался для вас полезен. Да благословит вас всех Господь. Шалом алейхем.